Семья Дорофеевых приобрела квартиру на пятом этаже в 2019 году. В 2020 жители увидели небольшие подтеки под потолком. Тогда особого внимания этому не придали. Однако два года назад проблема обострилась. Пришлось закупаться тазиками. Капает прямо через лампочку, через проводку. Мы не можем повесить люстру, мы снимаем все лампы, потому что это все капает по проводке. Так как вода под натяжным потолком, мы не знаем, где проходит эта разводка, проводка. Мы на всякий случай там ничего не вешаем. Также вода течет по стене. Это видно прекрасно по разводам на стене. И особенно это в момент таяния, во время дождя. Дом 1973 года постройки. И эта квартира не единственная проблемная. Заметим, что ремонт кровли возможен лишь в теплое время года. Это весна, либо лето. Однако минувший сезон, по словам жильцов, коммунальщики проигнорировали. Латочный ремонт не помогает, и местные жалуются, что капремонт запланирован лишь на 2034 год. Управляющая компания проблемы не отрицает. Не секрет, да, что каждый год сроки капитального ремонта переносятся, и в том числе дано многоквартирного дома тоже. То есть он в свое время стоял до 2024 года, теперь перенесли гораздо позже. И надеяться на то, что этот дом в ближайшее время отремонтируется капитально, как бы, ну, вероятность очень мала. Однако УК надеется, что если найдется подрядная организация, капремонт удастся перенести на ранний срок. Мы будем надеяться, что, возможно, в 2024-2025 год этот дом все-таки попадет. Потому что и жители уже в администрацию обратились, и мы со своей стороны весь пакет документов направили. Протекающие крыши – не единственная проблема этого дома. В соседнем подъезде жительница жалуется на отсутствие отопления. Несмотря на большое количество батареи, приходится подключать обогреватели. А когда их недостаточно, на помощь идет газовая плита. Из всех батарей по моей двухкомнатной квартире одна полностью холодная. В ванной тоже, как полотенцесушитель, он тоже холодный. Воздух. Просто воздух. И приходится просто как дежурить у батареи. Ты спускаешь воздух, клапаны итальянские вышли все из строя. Еще в квартире давно нет горячей воды, и эта проблема не решается с 2007 года. У меня составлен акт до 36 градусов. Это даже в дневное время. В ночное время при снижении температуры, то есть после 11 часов, мы никогда не получали воду ни 55 градусов, дай бог 26, 36 в лучшие времена. Ну так, помыться можно там, ну недолго задерживаясь, потому что в ванне холодно, отопление плохо работает. УК Советского района уверяет, что проблема с отоплением не массовая, но все-таки ее наличие не отрицает. Там нет верхнего розлива, воздух приходится обрабатывать действительно в квартирах пятых этажей. Если возникают какие-то вопросы по замене запорной арматуры, из которой сливается воздух, обрабатывается воздух, это надо обратиться в управляющую компанию. Мы произведем при подготовке к отопительному сезону, произведем все необходимые работы. А пока жителям остается только надеяться, что в скором времени проблемы будут решены. Стефания Бастрева, Валентин Худакорумов, телеканал Первый областной.